Второе упражнение, которое мы переходим, это упражнение всадника. В классическом цигуне, так сказать, если в переводе с китайского языка, есть масса различных названий. Всадник – это целая, так сказать, целая система упражнений. Это был всадник, скачущий по облакам, например. Всадник, пронизывающий копьем сферу и так далее, и так далее. Китайские названия очень светистые, они имеют какое-то определенное, так сказать, значение для человека, говорящего по-китайски. Для того, чтобы упростить наше понимание, концентрироваться на самом упражнении и на результате этого упражнения, то есть провести как можно ци через тело, мы называем первое упражнение всадника. Представьте себе, вы на огромной лошади. Опять же, вы на огромной лошади, и самое главное – колени. Вот это неправильно, это правильно. В данном случае вы разъединяете колени как можно шире здесь. Вы должны прочувствовать напряжение вот в этих местах. Вот здесь будет заходить ци. О, вот это. Практически отсюда до сюда, так сказать, ноги, они параллельны друг к другу. Корпус прям, все расслаблено, кроме опять немножко вот этой эрии живота. Когда первая, первая рука начинается с левой обычно, идет вверх, начинается глубокий вдох. В данном случае ци входит через корону, и вы должны как-то прочувствовать, как она идет сюда. Когда вторая рука поднимается вверх, начинается выдох. И вы чувствуете, как ци отсюда проходит через все ваше тело, и через задние ворота уходит в землю. Значит, вдох медленно. Ци начинает идти через вот эту эрию. Теперь, когда другая рука идет вверх, она выходит через задние ворота. Я сделаю всего несколько, вы делаете от 9 до 18. Начинается левая рука. Начинается левая рука. Мы переходим к третьему упражнению. К третьему упражнению. Это, так сказать, шар ци называется. Что такое происходит шар ци? Вы переносите весь тело на правую ногу. Левая нога стоит в так называемой позиции кошки. И такое впечатление, что вы держите огромный шар. Вот этот шар ци. Что происходит шаром ци? Когда идет глубокий вздох, вы поднимаете шар. И здесь происходит все то же самое пока. Мы сейчас работаем, так сказать, с районом короны. То есть идет вдох. Но теперь ци разделяется на одну часть. Оно идет теперь с левой стороны. Через вдох, через корону ци переходит с левой стороны. И с левой стороны выходит в задние ворота опять. Итак, упражнение. Поднимаете шар вместе с дыханием. Вдох, выдох. И с левой стороны выходит в задние ворота. Всегда заканчивается упражнение вот так. Сбросом энергии на землю. Это была левая сторона. Теперь мы идем в середину. Надо опять встать в такую позицию, в которую ноги на уровне практически плеч. Может быть, чуть пошире при этом упражнении. Опять представляете себе корни, корни, идущие внутрь. Вот этот, вот этот, так сказать. Вот сейчас вы берете этот круг ци такой. Теперь при вдохе, при глубоком вдохе, так сказать, вверх, теперь ци будет идти посредине всего. Оно не идет ни влево, ни вправо. Оно идет посредине. Оно опять выходит через корону. Хотя у нас ощущение, что начинается отсюда. И через корону выходит через ворота обратно. Обратите внимание на дыхание и движение рук. Оно должно абсолютно координированно быть. Продолжение следует... И опять сброс энергии. Теперь переходим на правую сторону. Вес тела на левой ноге. Вы держите шар ци вот здесь. Теперь все это будет идти по правой стороне. То же самое будет входить через корону и выходить через задние ворота. Когда потоки ци пронизывают ваше тело, они опять автоматически выпрямляют все линии, вот эти оккупантуры. Итак... Сброс энергии опять. Опять же, ставите на правую ногу. Представляете себе корень. Корень идет вот сюда. Вы вросли в нее. С пальцами вы делаете вот такую вещь. О! Они пронизывают друг друга. Это первая такая кинжи называется. И держите вот так. Теперь вот это так называемое, то, что называется кинжи, то есть ворота. Ворота, которые будут притягиваться к основным воротам. Это не основные ворота. Это такие притягивающие ворота. Направляя их в небо, вы делаете очень узкий канал. Очень узкий канал. Теперь опять отсюда ци переходят сюда, потом приходят через задние ворота. Через задние ворота вы можете ощутить, оно проходит через весь район носа, губ. Здесь опять прерывается, потом начинается опять вот отсюда, идет вниз и уходит в землю. Итак, вес тела переходит на правую ногу. Вы складываете руки. Теперь посмотрите, что происходит вообще с дыханием и с движением. Опять. Вверх. Вверх. Опять сброс вниз. Вот произведение цигуна, оно разделяет тело, так сказать, разбивает его на две части. То, что я показал с одной стороны, теперь мы будем концентрироваться на другую сторону. Вот ступня, которая идет, вот ступня, которая идет снизу, вот это движение, вот оно какое дело. Оно помогает, оно как бы толкает ци, так сказать, выдернуть его, помогает дать толчок, чтобы выйти его из вот этих задних ворот. Итак, опять. Вес тела. Теперь на левой ноге. Идет в небо эта конструкция. И нога при выдыхании толкает. И опять сброс. Вес тела.